Всем доброе утречка! У нас утречка начинается с каши. Варю овсяную кашку и хочу вам показать, тоже поделиться. Варю в термомиксе, это занимает меньше времени у меня и не столько внимания. Так, овсяных хлопьев нам надо 100 грамм. Я все боюсь переборщить. Вот 100 грамм овсянки, щепотку соли, 25 грамм сахара. У меня получилось 35. Ну я в принципе и хотела кашу послаще, ну ладно. В общем, видите, 35, ну ничего страшного. Сахар не соль, да. И 520 грамм молока. У меня вот такие вот хлопья от овсянки, да. Покупала их в магазине Lidl, кому интересно. И молочка 520 грамм. Закрываем все это крышкой. Я уже выставила 10 минут, 90 градусов и скорость у нас будет 1. Все, каша варится. Смотрите, какая кашка получилась. Она очень вкусная. Сейчас мы с Марселем будем завтракать. И термомикс идет сам по себе мыться. Я налила воды. Сейчас просто закрою крышечку. Вот так вот. Еще одну. И он, потому что просто его сполосну и вытру. Так, поставим минуту. Пускай на 5.30. вода, чтоб подогрев был 50, да. И пускай будет на 3. Вот так. А мы пойдем кушать. Всем приятного аппетита! Смотрите, хотела вам показать нашу погоду на улице. Температура сейчас плюс 14 градусов. Но это вообще из ряда вон выходящий день. Декабрь. Был, конечно, теплый у нас. Как-то плюс 10. Но что плюс 14-15. Доходит до плюс 16 местами. Это вообще. Показать хотела. Вот смотрите, мои герания. Ну, чтоб не соврать. У меня почки набухают. Смотрите, почки. Ну, как эти или как они называются? Бутоны, да? Цветы. Цветут. Представляете? И комары летают. И мухи. В декабре. Ой, хочется снега. Ребят, как хочется снега. Потому что дома стоит елка. Капец. И трава зеленая. Смотрите. Ну, далее. Ну, так-то. Такая у нас зима. Декабрь. Вот представляете? Через каких-то там неделю Новый год. Ну, это ж нереально. Пойдемте елку смотреть. Ко мне пика моя немножко скривилась. В общем, вот такая елочка у нас. Я вам показывала, она горела, да, по-моему? Включается она у нас через тоже таймер. Витя установил таймер на... В 5 часов вечера я говорила, включается, да? Или не говорила. И в 10 выключается. Вот так вот. Вот. Мои любимые игрушечки. Вот такие вот. Паровозик. Паровозик. Снеговичок. Вот такая игрушечка мне тоже нравится. Классная. И шары, конечно, любимые мои. Вот такая еще есть. Ну, вот. Теперь вы видели нашу елочку при дневном свете. Тут пару сосулек тоже у меня есть. Таких вот. Ну, они пластиковые, а шары все стеклянные. Вот. За исключением вот этих. Вот это тоже пластиковые. Вот. Такие вот остальные стеклянные. Вот. Тут подарки расположились. Это наш олененок. Вам всем уже знакомый, да, еще с того года. Это снеговичок. Ночью мы его включаем. Вечером. Ну, вечером, конечно, совсем другая атмосфера, да. Хоть чувствуется вот немножко, как будто зима. А когда сейчас посмотришь, у нас весна, можно сказать. Вот так. А мы сейчас будем Марселю делать ингаляцию. Кстати, мы сегодня в школу не ходили. Сейчас расскажу вам. Марсель у нас вот так вот делает ингаляцию. Но сейчас посадила его. Второй раз уже делать будет. Вот. И вот такой вот шланг. Он очень длинный и удобный. Он смотрит, по идее, телевизор. Сейчас на паузу просто поставили. И дышит. От 5-7 минут, короче. Ну, от 5 до 7 минут. Вот. Вот такой у нас вот. Видите, аппарат. Он на электричестве. От электричества работает, да. Парит турбобой. И этот аппарат еще выписывали в УВИ. Представьте, сколько ему уже лет, да. Ну, лет 15 точно есть. 14-15 лет ему. И вот так вот кабель идет в резетку. И вот такие ампулы сейчас покажу. Дыши, пожалуйста, ртом. Я специально такую маску надела, чтобы ртом и носом. Глубоко дышать надо. Давай, я засекла уже время. И вот такие нам насадочки меняют. Постоянно у врача, когда мы выписываем, да. Ну, как время исходит там, допустим. Полгода, год. И если мы часто пользуемся, то раз в полгода. Если редко, то раз в год меняет нам вот эти насадки. Такая коробка у нас уже старинная здесь. И, а, вот она. И вот можно такую вот через рот только дышать. Я даю Марселю сейчас через нос тоже дышать. Ротик открываем и дышим, да. Дышишь? Окей. И вот такое можно, да, еще вставлять. Вот такие ампулы нам тоже все выписывает. Этот аппарат ничего не стоил. Нам по рецепту его дали. Ампулы Марсель получает тоже по рецепту. Такие ампулки я разделяю Марселю на два раза. Вот один раз чуть-чуть и второй раз чуть-чуть. И три раза в день мы дышим. А я вам забыла еще показать, что я подушки уже сменила. У нас, видите, такой зимний вариант. Сейчас покажу. Вот одна здесь. Вот такой, ну, как сказать, как медвежонок. Такой мягкий ворс. Вот. И мы их только как бы на зиму, вот, перед Новым годом одеваем. И всю зиму до самой весны. Бывает иногда забываю, они летом, ну, как одеты вот эти чехлы на подушечке. Другие чехлы сейчас я пойду постираю и уберу их до весны. Они более такие тона светлые. Ах, вот сейчас что-то такого вот шоколадного. Ну, да ладно, дело не в подушке. Я что, на диван-то села? Села я на диван, потому что только что нам принесли вот такую вот упаковочку. Я уже сейчас ее разрезала. Ну, я знаю, что там внутри. И, думаю, покажу вам. Такая небольшая. Это мы заказывали на Алиэкспресс. Еще, ребят, в ноябре месяце. В начале ноября только сейчас все доходит потихонечку. Там были, Витя заказывала резетку. И вот это вот пришло мое долгожданное. Сейчас вы видите. Это вот такое яблочко. Смотрите. Стоила она что-то копейки. Я надеюсь, она работает. Ну, так. Давайте я, наверное, ее открою, чтобы не сломать. И покажу. Это для зубочисток. Наконец-то мои зубочистки будут в закрытом виде храниться. Вот так вот я уложила сюда зубочистки. Видите? Здесь есть кнопка. Ну, вот так, я смотрю, кнопка работает нормально. То есть, вот нажимаешь кнопку, она вам подает, да? Вот тут я смотрю, техника какая-то. Что вот эта вот, она как-то слабо держится. Ну, а что вы хотели за 47 центов-то? По-моему, 47 или 74 цента. Что-то такое. Вот. Давно это дело было, я уже не помню. Наше яблочко, как бы, да? Держим. Вылазит. Берем. Следующий. Вылазит. Ну-ка, одной рукой это будет сделать неудобно, смотрите. Аккуратно. Не со всей дури, как Валя-то может. В общем, ну, так неплохо, да. Вот смотрите, потому что я не хотела в этом стаканчике. Зубочистки куда-то убирать далеко тоже не хочу. Вот здесь у меня как раз клубничка сейчас, да? Клубничка поднимется сюда. А здесь станет яблочко с зубочистками. Вот. Красиво? Красиво, правда? А я сегодня готовлю картошечку с реброшками, смотрите. Свиные ребра. Я их так, пучекрыжила, как могла, можно сказать. Потому что там не сильно много мяса, но будет, я думаю, что вкусно. Теперь масло у нас разогревается. Выкладываю. Они у меня уже здесь немножко соевого соуса добавила. Постояли сладкий перчик. Посыпала красный. И соль, ребята. Черный перчик, да. Все. Сейчас все выкладываю. Потом я добавлю лук, когда они уже хорошенечко так вот поджарятся. И этим временем начищу картошку, да. Начищу картошку. И добавлю. Будет очень вкусно. Сытно. Сейчас. Я люблю дорумяные корочки, чтобы это хорошо все ужарилось. Вот. Вот так вот оставим. Это дело закрываем. И всяко-разно я буду 15 минут жарить. Так что сейчас это прожарится. Пока я помою чашку и займусь луком и картошкой. Теперь у меня уже почти второй раз вот, да, я программу жарку ставлю. Подходит к концу. Я высыпаю, ребят, сейчас ручок. Вот так вот, да. Тут у меня две луковицы. Все это сейчас сделаю, перемешиваю. Дам немножечко, пару минут прожариться. Лучку самому. И потом буду уже картошечку ложить. Ну вот, мясо у нас уже готовое с луком. Теперь я засыпаю картошку. Все это дело перемешиваю. Теперь я добавлю воды и поставлю на тушение. После добавим зелень уже по вкусу и попробуем на соль. Водички я добавляю побольше, так как кто у нас любит, будет брать пожиже, а кто не любит, будет брать погуще. Вот и все. И каждому потом, получается, угодил. Но руки мокрые, но не реагируют. Ставлю на тушение один час. И потом только досыплю зелень. И перед тем, как будет заканчиваться программа, я попробую на соль. Вот и все. Смотрите, а мне все готово. Вкусняшка. Я уже попробовала на соль. Классно. И вообще, бульончик очень-очень вкусный получился. Так что, можно уже и тарелочки готовить. Вот, ребят. Я вам, по-моему, не сказала, почему Массель не был сегодня в школе. В школе он сегодня не был, так как у них сегодня плавание. То есть, два урока отменили у них последних. Два урока плавания. И первый урок там было рисование или что-то такое. Поэтому на сегодня я его со школы отпросила. Потому что у него была не так давно легкая температура. Потом вот этот вот кашель, насморк. Поэтому сегодня в школу он не пошел. Мы себе устроили такой лечебный день. Он на профилактике именно ингаляции, на травах всевозможных. И горячие чаи и так далее, и тому подобное. В общем, сегодня лечимся. Завтра мы опять втрою. Завтра мы опять идем в школу. Хотя кашель есть. Но кашель у него такой. Если начался, то будет пару дней. Это точно. Если не пару недель, да. Ну, а сейчас просто пару дней сильные. Потом все меньше и меньше. Так, я хочу просто по ускорению. Почему? Потому что блок, наверное, будет слишком длинный. И я этого не хочу. Так вот. На днях, ну, это с Марселем, да. Сейчас все, в принципе, нормально. Кашель, насморк, все под контролем, все хорошо. Завтра в школу. Витя заказал мне тоже курс такой. Курс 14 дней витаминов. Я когда увидела, я офигела. Я, конечно, ждала. Там придется пучи порошки или еще что-то в этом роде. Но, как дело было. Мы заказывали в интернет-аптеке крема. И пришло в посылочке с кремами. Вы их уже, видите, крема сто раз видели. Поэтому я для вас это не снимала. Вот ничего нового. Фон Ла Роше у меня крема были. И, значит, была вот такая вот брошюрка. Но это уже другая. Но похожая была. В ней было вставлено один пакетик такого порошка. Вот. На пробу, да. И что? Мы почитали. Там еще такая была, знаете, как нужно было отметить крестиками. Ну, было пару вопросов. Нужно было их ответить. Да, нет, короче. И там такие были вопросы, как кушаете ли вы всегда, там, допустим, горячее? Кушаете ли вы много овощей, фруктов? Там кушаете ли вы подназначенному времени? Допустим, завтрак, обед и ужин, да? Да, вот. Или такие, кушаете ли вы много сырного или жирного? Ну, то есть там было вопросов, допустим, 20 примерно, скажу. 15-20, не помню точно. И нужно было эти вопросики поотвечать. Вот. Я эти вопросики все ответила, внизу стояла. Если вы ответили больше, чем 5 вопросов на «да», да? Ну, согласилась. То, значит, вам необходим этот курс пропить витаминов всех. Все возможно. Здесь много витаминов, сейчас покажу. Вот эта брошюрка уже с другого, совсем, с другой коробки. В общем. Ну, и Витя стал все про это читать. Про эту фирму, про эти витамины. И что он сделал? Он заказал мне курс витаминов на 14 дней. Я вообще-то думала, что это придет только всего лишь вот такая вот пачка. Она пришла, но это плюс. Дома принята вот такая вот пачка, да? И в ней будут пакетики с таким порошком. Но, значит, кстати, здесь закрытая. Пришла не только эта пачка. Я вот такую продавала штучку. Ее нужно не запивая, просто высыпать в рот и как бы, ну, заглотнуть. Не запивая водой. И нужно принимать их два раза в день. Утром и вечером. Как оказалось, Витя, когда начала читать, что перед этими с порошками нужно пропить как бы другие курсом. Это я уже сильно там не знала. Ну и вот. Витя заказал. Я сейчас покажу какую коробку. Посмотрите. Вот такая массивная коробка. Она весит почти 950 грамм. В ней витамины В1, В2, В6, В12, фольт-зойры есть. Также биотоник, витамин С, витамин Д, цинк, железо. Ну, в общем, очень-очень много их, да? Вот на этой стороне вы можете увидеть, сколько прописано. Я вам прям все перевести не могу, да? Вот. Потому что это надо, ну, подумать прям время тянуть. Не буду тянуть время. И это пьется 14 дней. Когда я открыла, ну, пачка уже тяжелая. Я уже была в шоке, да? И Витя позвонила, говорю, а что, вот эти, потом вот эти? Это зачем столько? А он сказал, что сначала нужно вот этот вот бокс пропить. После этого нужно пить вот эти вот уже. Вот. Ну, я надеюсь. Обещает, что вроде вся сонливость, усталость, вот это вот от штресса накопление все, да? Что все-все нормализует, да? Прям плохой сон и так далее, и тому подобное. Здесь вот так вот открываешь, как бокс. И здесь расписано на все на 14 дней. Смотрите, сегодня я уже одну съела и выпила, можно так сказать. В общем, здесь сверху таблетки. Я вам покажу. Их нужно запить водой. После этого, там, пару минут позже, вот эту жидкость нужно выпить, не запивая водой. Сегодня утром я, вчера их получила, я их не стала открывать. Картон сегодня открыла. И вот уже выпила таблетки и выпила эту жидкость утром. Дальше здесь стоит, это стоит, что первая, да, вот неделя. Вечерний порошок, это на ночь, что если вот эта ампула была на день, то порошок сзади стоит на ночь, да? И вот так вот 14 ампул, или ампул, как правильно, я не знаю, и 14 порошков, да, таких вот. Здесь вот сзади, не знаю, видно, нет вот так вот описания, как нужно принять все это, да? И стоит, что это интенсивный курс. Ну, не знаю. После того, как мы этот картон весь пропили, значит, весь этот ящик большой, потом нужно, Витя сказала, что пить вот эти. Я не читала ничего, Витя все читала, мне рассказывала, я вам это все вот в общих чертах говорю. Буду вам также во влогах говорить, как я себя ощущаю после этих. Сегодня мне, конечно, кажется, но это самовнушение, что я выпила две от этих таблетки и ампулу, я прям порхаю. Я сегодня очень мало спала в ночь, и у меня такой был прерывистый сон, остатки сна, поэтому я себя чувствую сегодня как разбитая корыта, квашеная капуста и так далее, и тому подобное. В общем, но они мне реально кажутся, но это может быть психологическое такое, что я выпила, значит, я все, я уже сильная, знаете. Вот, и вот эти я продолжу пить после того 14-дневного курса. Также, Витя мне еще заказал вот такие таблеточки, это от Роцефарм, фирма, да, и что у них здесь? Они здесь, короче, снимают и жугу, и скажите мне, пожалуйста... Я забыла, знаете, я забыла, хотела быстро и забыла. Вот когда хочу быстро-быстро, чтобы недолго видео было, я забыла. А, вот, повышенная кислотность. Я дико извиняюсь, если что-то я говорю неправильно, просто охота, чтобы вы смотрели это недолго, не было полчасовое видео, не часовое, чтобы было хотя бы минут 20-25, хотя бы уже. Вот, ребят, ну что, что хотела я вам рассказала, да, и еще, кто смотрит нас до конца, вы, наверное, будете знать это первыми, но кто отключился по середине видео, извиняйте, мы уезжаем в субботу, в субботу мы едем в Швейцарию, так что, ребят, оставайтесь с нами, постараемся для вас снять как можно интересного, что-то побольше, да, что-то красивого, поделиться с вами нашими впечатлениями. Все, ребят, на этом буду заканчивать свой влог. Всех благодарю, кто был с нами, спасибо за ваши теплые комментарии, вам желаю много хороших, теплых деньков, чтобы погода вас только радовала. Оставайтесь здоровыми, счастливыми, берегите своих близких, а мы вас всех любим. Пока-пока, до новых встреч!